Концерн Росэнергоатом, департамент проектных работ и экспертизы Косагоров. Я хотел бы остановиться на некоторых аспектах опыта, приобретенного в процессе проектной лицензионной подготовки сооружения объектов использования атомной энергии в последние годы. Знаете, что сейчас у нас 9 энергоблоков строятся, как на имеющихся, так и на новых площадках. И процесс этот проектной лицензионной подготовки и получения разрешительных документов для строительства выявил ряд проблем, и я хотел остановиться только на трех, которые, на мой взгляд, носят системный характер. Первое. Это параллельность ответственности за разные виды безопасности. Всем известный градостроительный кодекс, вступивший в 2005 году в действие, определил, что предметом государственной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий являются все виды безопасности. И ядерной, и радиационной, и промышленной, гидротехнических сооружений, санитарно-эпидемиологической, физической, пожарной и так далее. В то же время правительство, утвердив положение о ведомствах Ростехнадзори, МФБА, Минприроды и Росприроднадзори, определило их ответственными за определенные виды безопасности. Поэтому, хотя и являются предметом рассмотрения, допустим, экологической экспертизы ФМБА, являются материалы обоснования лицензии на тот или иной вид деятельности, а государственные экспертизы, проектные документации, по существу, предметом рассмотрения являются документы, обосновывающие безопасность и влияние на окружающую среду, и в том, и в другом случае. Это первое. Это параллелизм. А результат этого параллелизма, понятно, что это размытая ответственность, которая пользы делу не приносит. Второе. Это современное законодательство в области экспертизы построено таким образом, что экспертизы различного вида выстроены в последовательную цепочку. Например, государственная экологическая экспертиза не может быть начата до тех пор, как мы в составе комплекта документов на экологическую экспертизу не представим заключение о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, которое выполняет ФМБА России. Хотя само заключение, санитарно-эпидемиологическое заключение, предметом экспертизы государственной экологической не является. Таким же образом, экспертиза ядерной и радиационной безопасности, составляющая процедурную основную часть лицензирования в области использования атомной энергии, требует, чтобы в составе комплекта документов представлялось заключение государственной экологической экспертизы. Хотя само это заключение предметом экспертизы ядерной и радиационной безопасности не является. И вот такое выстраивание последовательной цепочки, экспертиза различного вида, приводит к тому, что мы имеем дополнительные расходы времени и средств. И это задерживает подготовку сооружения объекта. А это ведет к тому, что мы опаздываем с точки зрения использования и достижения новых техники, и мы неоправданно удлиняем этот период подготовки. И, наконец, третье, это то, что в период, когда законодательство в области использования атомной энергии создавалось, и закон об использовании атомной энергии, и закон об экологической экспертизе, постановление правительства о лицензировании 865-е, это был периодом, когда и атомные отрасли, и другие отрасли промышленности принудительно бездействовали. И тогда в законодательство были заложены нормы о праве устанавливать срок действия заключений и лицензий. Что означает срок действия заключения? По определению, например, заключение об экологической безопасности, экологическая экспертиза по определению, это есть установление соответствия материалов, представленных экспертизам, действующих на момент рассмотрения нормативных документов. Всё. Установление соответствия по физическому смыслу не имеет права иметь срок действия. Ибо оно конкретно. Виктор Иванович, у вас есть предложение. Спасибо. А теперь ответьте мне, пожалуйста, если вы так хорошо подчеркнули, и вы все на это обратили внимание, что экспертиза вам выдается на момент рассмотрения требований. Мы очень хорошо помним про многие вопросы, не касаясь даже атомной отрасли. Всю упоминать не будем. Например, гостиница «Россия», знаменитый пожар, который теперь нет, поэтому можем. Вот там были установлены старые материалы, которые были подвержены огню, да, пластик. Прошло два года, материалы эти были просто запрещены, а там они остались. Понятно. Вы нас хотите привести в такое же проблемное состояние? Если я хочу ответить на ваш вопрос, можешь, Датя Ивановна? Значит, изменение законодательства в период действия заключения положительного в той или иной области, это и есть особая процедура, которая предполагает, что введение нового законодательного акта предусматривает и особую процедуру доведения до требований новых норм тех объектов, которые были построены в обоих стоящих домах. То есть вы нам предлагаете через свое предложение закрепить строительство архаичных объектов. Я правильно вас понимаю? Нет. Когда мир перешел на Евро-5, мы будем продолжать строить свои автомобили под Евро-2, а соответственно и дороги. Если новое законодательство вводится, то в нем обязана быть процедура доведения действующих объектов до этих норм. Если ее нет, значит, это признается маловажным. А если она есть, она должна выполняться с определенными компенсирующими мероприятиями или переделками. И опыт такой существует. Это ни в коем случае не может законодательство априори давать. Давайте так. Мы сейчас, обсуждая технические позиции, перешли в конкретную плоскость. Поэтому никаких вот есть ли где-то, когда-то быть не может. Конкретно, пожалуйста, приводите примеры. Понимаете? Я вот технарь по образованию, к сожалению, для вас. Я все время задаю практические вопросы. Я, например, считаю, что если нет заключения санэпидемный проект, подавать на экологическую экспертизу объект бесполезно. Потому что тогда у вас нет законченности объекта. И нечего экспертировать. Вот такой у меня примитивный взгляд химика. Я считаю, что у каждой экспертизы санитарно-педемиологической, экологической, ядерной и промышленной безопасности есть своя специфика, есть предмет экспертизы. И вполне возможно проводить параллельно все эти виды экспертизы, если у экспертов есть что именно смотреть, есть свои нормы, есть критерии. И потом комплект этих параллельно проведенных экспертиз по разным видам безопасности подавать на результирующий финальный этап лицензирования. Если экспертизу ядерной и рационной безопасности вытащить из собственной процедуры лицензирования, в НТЦ, которая производится, то и экспертизу ФМВА, и экспертизу Росприроднодзора, и экспертизу НТЦ по ядерной промышленности можно проводить параллельно. А я правильно вас понимаю, что если мы говорим о параллельности некой процедуры экспертизы, то это означает, что под эту процедуру прежде всего должны быть таким же комплексным образом переработаны технические требования, технические условия в зависимости от того, с чем мы работаем. Есть требования, есть условия. Правильно? Соответственно, нормы тоже свои. Итак, у нас появилась некая рамочка, которую нужно заполнить. Причем она, к сожалению, многомерная, потому что мы безопасности насчитали, которые у нас номинированы в законодательстве уже штук 15. И исходя из этого, вот эта картинка настолько многомерная и многофакторная, что для того, чтобы ее урегулировать, и нужно то самое атомное право, которое бы позволило нам решить не только законодательные вопросы, но и технические, процедурные. Я против атомного права не выступаю. Так я поэтому и предлагаю, что вот мы вносим предложение, но все-таки конкретики, определитесь, какая точка отсчета. Если вы сейчас интересно заявляете, я согласна с вами, точка отсчета экспертиза, вот мы здесь все присутствуем, нам потом жить с этими атомными установками. Их сегодня уже много на планете, давайте так говорить, и будет еще больше. Что для нас, как для людей, которые хотят жить на этой красивой зеленой планете, важно. Это можно дать как основное требование к процедуре экспертизы и к ее результату. Вот давайте попробуем это сформулировать. Потому что это и есть вот эта отправная точка. Иначе мы просто дергаемся действительно по разным направлениям. Речь идет о моем выступлении не каких-то фундаментальных правах, а речь идет о том, что сама процедура экспертизы и лицензирования, она может быть существенно сокращена без ущерба для существа. Если это построить цепочкой параллельных экспертиз и исключить искусственное установление сроков действия, не имеющих обоснования физического. В этом плане согласились. Поэтому мы вносим технические вопросы. Они на самом деле важны. Ну, в решении. Знаете, вот как ни странно, атомное право, извиняюсь, что перебиваю, потому что оно уже такой вопрос, такой больной, родной, оно оказалось очень техническим. То есть мы пишем нормы, мы определяем терминологию. И вот, коллеги, много чего интересного говорили. Вы согласны. У нас за последние два года, как мы занимаемся этим вопросом, очень много предложений, что такое точка отсчета. Давайте найдем, либо договоримся, что вот это есть начало координат. И с этой точки все совершенно одинаково будем отсчитывать, строить графики, формировать нормы, каждый в своей зоне компетенции. Но сегодня у нас много предложений, но мы действительно за этот год единственное, до чего не договорились. Это до точки отсчета. Потому что базовое задание, если вы помните, в этом зале год назад было, давайте договоримся о терминологии. Не договорились. Через неделю все забыли про эту тему, а у нас она осталась больной, нерешенной. Спасибо. Спасибо. Один комментарий. Вот по поводу срока проведения экспертизы, вы знаете, здесь надо очень аккуратно. Ведь на самом деле, ведь даже в нашей системе, вот всех федеральных норм и правил, у нас на экспертизу дается одним из основных документов, если на ЕРБ говорить, это отчет о восстановлении безопасности. Их есть три стадии, в принципе, было три, но сейчас, по крайней мере, две. Предварительный, промежуточный, окончательный отчет. А потом наступает первый год эксплуатации, когда у нас вносится целая куча изменений еще, и вы прекрасно это знаете, как представитель концерна, в работающий блок. И опять меняется проектная конструкторская документация. О каком же бессрочной экспертизе можно говорить в данной ситуации? Коллеги. Я думаю, пока типового блока у нас нет, говорить о бессрочной экспертизе нельзя. Так, я предлагаю в этом месте, я извиняюсь, остановиться, объясню почему. Это очень важные технические вопросы, беспредельно важные. И у меня вот такое предложение. Мы в этот раз готовились, и как-то нам казалось, что у нас все очевидно. Спасибо большое, Виктор Иванович. Спасибо. 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 Продолжение следует...